У меня в руках самый громкий релиз этой весны, а может быть и всего 24 года. Это переиздание самых любимых кроссовок Майкла Джордана, Джордан 4 Брэд. И эти кроссовки по-настоящему приготовили огромное количество сюрпризов, но главное из них то, что они секретно скейтбордические. Начнем, конечно же, с распаковки. Кроссовки входят в так называемую Reimagined серию Джордан. Подробно мы к этому вернемся чуть позже, но Reimagining начинается уже с коробки. Потому что хоть она и исполнена в классических цветах для любой коробки четвертых Джордана, сами цвета на ней поменены местами. Потому что у оригинальной пары этих кроссовок вот такой вот асфальтовый принт был у самой коробки, а крышка была черной, но здесь, как можно заметить, наоборот. Но вот на самой крышке уже привычно красуется логотип Jumpman Джордан и надпись Flight снизу. А вот под крышкой нас встречают сами кроссовки, и что это за кроссовки? Помимо кроссовок в коробке можно найти вот такой вот черный брелок с надписью Nike Air, как и у любых других перевыпущенных кроссовок, и больше абсолютно ничего, даже дополнительных шнурков. Но они тут, в принципе, и не нужны. Данная пара является самыми любимыми кроссовками Майкла Джордана, и оригинально она выходила в 1989 году. И тогда она выходила не совсем как самостоятельный силуэт, а больше как доработанная версия недавнего третьего силуэта Джордана, у которого добавили вот эти пластиковые крылышки, слегка доработали амортизацию, и, в принципе, немного освежили внешний вид. Однако такое освежение сыграло настолько на пользу Джордан, что этот силуэт стал одним из самых любимых не только Майкла, но и всех вокруг. Помимо внешнего вида, у этих кроссовок есть и своя история, потому что в том самом 1989 году именно в этой паре Майкл совершил The Shot, или бросок. Такое название получил знаменитый бросок Майкла на последних секундах в игре против Cleveland Cavaliers, который вывел Chicago Bulls в следующую серию финала плей-офф. Так что, в принципе, если подумать, неудивительно, что это любимые кроссовки Майкла. С 1989 года эту расцветку перевыпускали целых пять раз, самый свежий из которых случился совсем недавно, 17 февраля. И этот недавний релиз перевыпустили не как оригинальную расцветку, а часть линейки Reimagined. Если вдруг вы забыли, то линейка Reimagined это специальная линейка Джордан, когда они берут один из самых легендарных дизайн своих кроссовок, немного его дорабатывают, добавляют к нему небольшую историю и перевыпускают его в наши дни. Так уж случилось с единичками Chicago Lost and Found и единичками Royal, которые были максимально неудачны. Так что это всего лишь третье добавление в линейку Reimagined, и как по мне, оно получилось максимально удачным. Теперь давайте же наконец поближе взглянем на дизайн новой пары. Джордан сумели сохранить общую эстетику тех самых Брэдов 89-го года, потому что их основой является черный цвет с добавлением красных, серых и белых деталей по всему периметру. Сказать, что кроссовки выглядят зло, просто не сказать ничего, потому что они прям вот максимально кричат о своей крутости, злости и прям вот в таком вот, ух, сочном, классном, офигенном внешнем виде. Однако, если отойти от дизайна и присмотреться к деталям и материалам, из которых сделаны кроссовки, то можно найти большое количество отличий от оригинальной пары. Например, вместо оригинального черного нубука основным материалом для этой пары была выбрана вот такая вот мягкая премиальная кожа. И кому-то может это не понравиться, потому что заменить нубук на кожу это достаточно сильное изменение, но лично мне кожаная версия, ну прям вот очень и очень нравится. Кто-то может предпочтить кожу нубук, но лично мне очень нравится такой новый премиальный взгляд на эту пару. Потому что кожа выглядит, во-первых, премиально, во-вторых, добавляет еще большей злости этим кроссовкам. И прям как будто бы кожа и должна была быть сделана в этой расстреле. Тем более, последняя нубуковая версия выходила в 19-м году, и сегодня одна пара именно нубуковых 19-х Брэдов стоит от 100 тысяч рублей. Поэтому, в принципе, как мне кажется, кожа не такой уж и плохой вариант. Но самое интересное изменение кроется дальше. Как я и сказал вам в начале, эти кроссовки спокойно можно считать скейтбордическими. Но почему? Потому что за основу этих кроссовок именно в качестве силуэта взяты самые комфортные кроссовки 23-го года Jordan 4 SB. По сравнению с оригинальными четверками, как и у четверок SB, у этих кроссовок очень сильно раздут язычок, сильно увеличена прошивка по бокам кроссовок, задний язычок гораздо мягче, чем на оригинале, а также немного изменена посадка на носке и верхней части кроссовка. Ну и, в принципе, если вы присмотритесь к внешнему виду этих кроссовок, например, к их прошивке, к их посадке и к их общему силуэту, то вы заметите очень много сходств именно с SB-шными четвертыми Jordan. Все это говорит о том, что при переиздании новых брэдов в первую очередь Jordan держали в голове наш комфорт при ходьбе в этих кроссовках. Так что это совсем не тупое переиздание старой расцветки в оригинальном силуэте. Над этими кроссовками реально старались и римэджинали дизайнеры. Теперь давайте перейдем к тому, как они ощущаются на ноге и с чем же их носить. На ноге кроссовки, как и ожидалось, со всеми модификациями и добавками сидят просто нереально комфортно. Прямо вот с первой секунды, как вы вставляете свою ногу в этот кроссовок, вы не захотите ее оттуда доставать ни за что, потому что она реально чувствуется, ну, очень и очень комфортно. Отсюда у нас может воздействовать логичный вопрос. Повлияли ли эти модификации каким-то образом на размерную сетку? Сидят ли кроссовки меньше или, может быть, наоборот, больше? И ответ очень прост. Вообще никак не повлияли. Эти четверки сидят точно так же, как и любые другие четверки. Так что, когда вы будете их себе брать, я бы советовал брать ваш классический размер на четвертых джорнах. Или просто ваш классический размер на Nike. Что же касается аутфитов и сочетания этих кроссовок, то тут тоже все предельно просто. Ведь четвертый джорнер — это вообще один из самых легко сочетаемых силуэтов в любых аутфитах. Не только в этой расцветке, а вообще в любой. Поэтому лично я так сильно их обожаю, потому что это одна из самых универсальных пар. Будет смотреться хорошо. Но когда они не исполнены в такой расцветке, у вас реально не остается никаких преград. Потому что это одна из самых универсальных расцветок четвертых джорнеров. Ведь они черные и без особо каких-то кричащих деталей. Так что вы можете носить их как с джинсами, так и с карго-штанами, так и с тренниками, так и с шортами. В принципе, вообще, мне кажется, никаких ограничений нет. Они будут сочетаться с чем угодно. Подводя итоги по этим кроссовкам, стоит сказать следующее. Во-первых, у джорна получилась просто нереально крутая новая версия Reimagine 4. Настолько крутая, что я считаю, что ее стоит добавить абсолютно в любой сникер-гардероб. Неважно, будут ли это ваши первые четверки или пятые, как у меня, они должны быть в вашем гардеробе хотя бы из-за своего исторического значения, из-за своего дизайна, из-за своего силуэта и из-за своей легкости в сочетании с любым аутфитом. Они действительно стоят своих денег. И самое крутое, что они очень подойдут на весну. Ведь они сделаны из кожи, а самое главное, из черной кожи. То есть они не только не промокнут, но еще и практически никак не испачкнутся. Напишите, что вы думаете по поводу этих кроссовок в комментариях. Нравится ли вам новая версия или вы предпочитаете старые? Если вам понравился видос, пожалуйста, поставьте ему лайк и не забудьте подписаться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Всех обнял, поцеловал. До новых встреч и бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok